Всем привет! Сегодня займемся важной процедурой – чисткой газовой части скрабера. Для тех, кто только знакомится с этим оборудованием, немного расскажу, как он работает. Скрабер – это система, которая очищает выхлопные газы, чтобы судно соответствовал экологическим требованиям. Внутри скрабера распыляется вода, газы проходят через водяной туман, тем самым снижается содержание оксидов, серы и твердых частиц. Они остаются в водяной ванне. Но вся грязь накапливается и внутри системы, отчего в дальнейшем снижается эффективность очистки и растет нагрузка на систему. Поэтому рекомендуется раз в месяц проводить обслуживание газовой части. Теперь давай разберемся, как это сделать. Первым делом встречаем систему отбора проб. Чтобы достать фильтр, достаточно слегка надавить и повернуть против часовой стрелки. Или если конструкция другого типа, нужен шестигранник. Чистка проб-тюб. Обычно он оказывается очень грязным и забитым, поэтому обязательно разбираем и чистим. Фильтра бывают двух типов. Бумажный более плотный и металлический. Бумажный сразу меняется. Металлический можно продуть и поставить обратно. Саму трубку проб-тюб хорошо продуваем и чистим, чтобы внутри ничего не осталось. В конце трубки находятся три металлических фильтра. Вот они, металлические фильтра. Их также мы чистим и продуваем. Это необходимо для нормального протока газа. Замена зависит от состояния и желания, но чистить нужно всегда. Посадочное место. Рекомендую почистить для дальнейшей комфортной эксплуатации. Оил-фильтр. Снимаем фиксатор, открываем крышку и достаем фильтр. Его задача ловить остатки масла в системе. Этот фильтр не чистится. Его всегда меняем на новый. Мотор подачи воздуха держим в чистоте и продуваем. Его задача, чтобы газы доходили до системы анализа. Дополнительно советую хотя бы раз за контракт обжать все контакты. Это убережет от ложных сигналов и проблем в работе. Чистка простая, но очень важная. Без нее будут сбои и ложные сигналы. С вами был Олег Воркс. На сегодня все. До встречи в следующем видео.